Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть это Дмитрий Донской был вассалом золотой орды, правильно? Скорее всего, да Вот это я хотел от вас услышать Я даже вам больше скажу то, что Как бы из альтернативной истории Я такой, ну так, ну как вам сказать Я люблю историю, я люблю почитать Но цифрами я как бы не владею Ну не запоминаю Я вам даже больше скажу то, что Иван Грозный, у которого Елена Глинская была Потомком там Чингисхана и там к тем Относилась и даже Говорили то, что он совещание Проводил на татарском языке Не, ну слушайте Я видел у него даже на шлеме Арабская вязь вот здесь написано Арабская вязь, да Ну это, а что тут такого? Тут Вот постоянно русские считают Что они исконные Православные какие-то А что же это получается Что не всегда они были Православными или как? Ну не всегда Князь Владимир, по-моему Если вы сильно в истории Крестил Русь Ну он крестил Русь Где? В Киеве же? Ой, не могу сказать Наверное, да В Киеве В Киеве, Чернигово, Переославо Это первые города, которые крещены Дальше христианство Начало распространяться там выше Там восточнее и так дальше Но что случилось Когда пришла Золотая Орда? Полностью пришел вот этот Сначала они же были язычниками А позже они приняли ислам И получается этот ислам Стал попадать и в те территории Которые беспосредственно Контролювались собственно Золотой Ордой Вот Но в то время королевство Русь На территории Украины Было чуть ли не самостоятельным То есть оно там максимум что делало Это войско свое могло там дать Чтобы помочь хану где-то повоевать А так, в принципе, оно Уже строило Собственное государство Так вот Сюда ислам не проник Получается Все остальные территории Попали под вот этот ислам Я правильно понимаю? Я вам больше скажу Бывшая столица Золотой Орды Сарай-Бату И в Сарай-Бату В Сарай-Бату Было так Вот стоит церковь Стоит мечеть Стоит там образно скажем просто Как бы синагога Там это буддистский храм То есть Правители Золотой Орды Правители Золотой Орды До узбек-хана Им было безразлично В кого хотите В того верьте Как бы и религия была Как бы не эта А когда пришел узбек-хан Это я где-то читал То есть Он сделал ислам Как бы Государственной религией И вот это вот пошла Исламизация Ну слушайте Даже У хана узбека Даже монеты были С двуголовыми орлами Еще задолго До того Как они появились В Москве Слышали про такие? Возможно Я читал про Про Как бы монеты Не монеты А просто про символ Орла С двуголовым орлам Они выходят И там Там очень много информации И Византия И где-то монеты находили И где-то вообще Далеко-далеко Вглубь они были Это не только Вот именно Двуглавый орел Именно как бы Именно В России это придумалось Не, ну правильно Но Собственно Он То пришел с Византии Но он впервые Появляется как раз таки В Этрухан Оброде как Вот И таким образом Когда Эти земли были Под золотой ордой Я имею ввиду Московские земли То оно позже Также Завазит и сюда Собственно Ну попадает В эту В эту среду И там появляется Тоже Двуглавый орел Вот Ну вообще У них там Гарифон был Гарифон Золотой орды Как основной Такой символ Вот Но Гарифон Кстати тоже Тверское княжество Там был Гарифон Есть карта Генуэзская 15 века Где Гарифон Вот этот Как раз таки Здесь земли Там Московские Там Суждарские И так дальше Вот этот Гарифон Какой-то тюрок Какой-то хан сидит Вот А территория Там где Украина Там Русь подписана То есть Все остальное Не считалось Русью тогда Вы знаете Вот как я отношусь К истории Да Если читать Альтернативную историю Альтернативную Да Это не та Не та Это Даже есть Признанное Даже есть Например В общем доступе Есть Изображение Куликовской битвы То есть Стоят два войска И практически Одинаковые Там лица Как бы Позиционируют Вот смотрите Вот типа Мамай Вот здесь Русское войско И почему-то Они все Одинаково Одеты И к истории Надо относиться Знаешь как Историю пишут Сильнейшие И Я К истории Отношусь Ближе Ну Люблю оценивать Историю Более новейшую Просто То что я Видел Я родился При Советском Союзе Мне говорили Одно Пришли Демократы Говорят Одно А я потом Сижу и думаю Через сто лет Через сто лет Будет у меня Внук Один внук Будет читать То что Коммунисты Писали Один внук Демократ И все будут Настаивать На том Что Один говорит Нет они правы Нет они правы Вот и все Ну верно Слушайте Ну Куликовская битва Ее вообще там Не ясно Была ли она или нет Потому что Археология Ничего не нашли Да А картина Которая вы говорите Она была нарисована Явно позже Как бы С ображений Какого-то там Художника Который рисовал По летописям Которые тоже были Позже написаны Вот По описанию И Собственно Это более такое Уже фантазия Художника Там на этой картине Картины В 15 веке Картины не существовало Вообще Они появляются позже А вот Генуэзская карта Которую я вам сказал Это вот Я вот смотрю Гуглю буквально Генуэзская карта Вот вам показывает Такая в форме глаза Вот Эта карта Составлена В 1457 году Николо де Конти Вот Собственно И здесь Вот Как раз таки Видно Там Эти земли Короче Земли Московии Земли Руси То есть Украины И Собственно Это разделяется То есть Даже Кстати Смотрите Интересный факт Что эта карта Есть в английской Википедии Есть в немецкой Там Македонской Украинской А вот в российской Ее нет То есть Ее не показывает Россиянам Генуэзская карта Потому что там Ну Неудобная Неудобная Такая вещь Что Тогда Московия Была В составе Золотой Орды И была ее частью Просто А Русь Находилась Название Даже все подписано Это территория Запад Украины Центр Украины Вот Это попадает Ну Насчет центра Я соглашусь Насчет запада Как бы Сомнения есть Почему Ну А там По-моему Великое Конечно Польское было Слушайте Ну До этого Что там было Ой Да мы Давай Сейчас с тобой Дойдем До Каменного века Ну Королевство Польское Оно же пришло Сюда позже Оно захватило Эти земли У королевства Руського Или королевства Русь Знаете Такого Данила Романовича Князя Он сначала Был князем А потом В тысяча Каком там В 253 году Его короновали Короля Руси Вот То есть Он стал Королем Руси Законно Законно Признанным Да По всему миру Я понял Я понял Ты эту информацию Берешь из каких-то Источников Я тебе Другой Я тебе другое скажу Были гунны Гунны Атилла Атилла Так как Образно Скажем Современным языком Западу Он не нравился И Запад Писал То что это Варвары Ели сырое мясо Жили в болотах И все дела А арабский Забыл Ибн Там Какой-то Путешественник Он писал Когда был Когда был В Ставке Атилл Он был Очень удивлен Бревенчатым домам Баням И вот этим Всем Человеческим Как бы Он не был Дитим И это Априори Можно подумать Так что Если человек Который захватил Полмира Он не был Варваром Он не был Не жрал Сырое мясо Он был У него Какие-то Мозги были Потому что Не просто так Не спорю Он это как-то Организовывал Ну слушайте Гунны Это такое Понятие Это как бы Какое-то Племя Кочевники Которые Захватывали Народы И потом Брали эти народы В свое войско И дальше шли И так Гунны Это такое Обширное Понятие В которое Могли Входить Какие-то Первые Славяне Могли Входить Потому что Когда Побывал Римский Посол Или кто Побывал В Гунов Он сказал Что нам Известны Два Два Слова Нет Это в истории Уже признано Два слова Которые Известны Из гуннского Языка Это Медус И еще Какое-то Мед Мед Это как Славянское То есть Там Перемешка Была Разных Народов И поэтому Могли Выписывать Например Один народ Который Живет В бревнах В срубах Каких-то В домах Хороших А другие Могли жить В землянках Это разные Были Собственно Такие Оно и сейчас Так происходит У нас Как вы любите Говорит Кто-то В дырку Ходит Тогда как Как бы В своем Городе Я вам Даже больше Скажу То есть Это такой Контингент Людей Которым Нравится Эта жизнь Для них У нас В стране Строятся Хосписы Их забирают Их моют Их бреют Кормят Но они Оттуда убегают И опять Куда-то В подвал Лезут Ну слушайте Я просто не понял Я вам сказал Что есть карта Вы же признали Что это была часть Золотой Орды Дмитрий Донской Монеты С арабской вязью Ивана Грозного С арабской вязью Шлем Там Цель То есть Это была часть Золотой Орды Это же вы не спорите Так в чем тогда вопрос Так в чем тогда вопрос Все же Как бы Так и подтверждается На этой карте Еще есть Даже президент Сказал Каждого русского Возьми По три И там ты Татарина найдешь Ну правильно Перемешка была Как раз таки В Золотой Орде Очень сильная Вы слушаете Каких-то там Как вы любите Говорит зомбированные Которые там Вот это Вот это Все было Все было И все есть И у нас Многие ваши земляки Говорят Вы не русские Вы там Вы Мар-2 И Мокша Естественно Это и земли были Да Часть это Финноугорские Вот эти племена Плюс там тюркские Плюс какие-то Баутские Я вам больше скажу Вот насчет вас Даже скажу У вас тоже Если вот на вас Посмотреть Казаки Воровали турчанок Женились на них Не ну так Конечно В моем представлении В обыденном Обычного человека Славянин Это кто Это высокий Глубоглазый Светловолосый человек Откуда Тогда В вашей стране Чернобровые Появились Это же Все это смешение Это в корне В корне неверно То что вы говорите Что голубоглазый Там светловолосый Это более С какого-то Немецкой Вот этой пропаганды Потому что Такого понятия Как славянин Какой он должен быть В внешности Не существует Славянин Это тот Кто говорит На славянском языке Он может быть Любой Типа Абсолютно Любой Это понятно Это как Любой Не вопрос Я все И там Те же болгари Они же Никто не сомневается Что это славянский народ Они все темные Там в большинстве То есть Контакты С кем более были Там Ближе Там тюрки Или может Секундочку Булгары имеют Тюркские корни Раньше Я по национальности Татарин Татарин И была Древняя Булгария Ну Булгария И нас обозвали Почему татарами обозвали Это обзывали всех Как бы Не русский Значит татарин И в одно время И Азербайджан Называли Азербайджанскими татарами А просто за нами За татарами Закрепилась Эта татара И все Даже Казань В одно время Хотели Как бы Переназвать себя Булгарами А не татарами Смотрите Эти Булгария Это все-таки Древние Это там Десятый век Потом часть Этих Завоевателей Значит Перешла На территорию Вот эту Современной Булгарии Где жили славяне Местные Вот Она как бы Захватила Но их было меньшинство И они там Рощинились В общем Вот А после этого В 13 веке Пришла Золотая Города На эти земли И там где Казань Это было Казанское ханство Там где Этот Крым Это крымское ханство И так дальше То есть Она там Разделилась После распада Золотой Рады На несколько ханств Уусов И также Московское княжество Вышло из Золотой Рады Тоже как ее часть Вот То есть Я Да Извини Перебил Я отношусь К К Мишарам Это Мещорские татары Есть Казанские татары Я был Очень удивлен Когда я попал В Ульяновск И там Ульяновские татары Есть Они все Рыжие Светловолосые Голубоглазые Я говорю Где татары Они На своем языке Лопочут И вот Вот так И никто проник И даже я В молодости был У меня светлые волосы Были Я сам весь Я не похож У меня если только разрез Остался там От моего прадедушки Какой-то Вот И вот и все И татарин Сейчас тоже Понятие Не то что понятие А разные татары Есть Есть Такие Такие Узкоглазые Есть Светлые Потому что Это в свое В свое время Ототарились Очень много И мордвы Очень много Ототарились И татар Много Булград Омордвинились Когда Не помню Не буду говорить Опять же Я не силен Когда Татарский Служил им Татарам Образно Раздавали На Руси Земли Вот почему В Мордовии Есть Как бы Деревни Чисто татарские Когда-то Был Там Князь Какой-то Татарский Ему дали Вот эту Мордву Вместе С деревней Вот И все И вот так Особенно Многие Макшане Мордва Эрзи Они Ототарились Правильно Это же При Иване Грозном Там очень хорошо Это развивалось Когда у Ивана Грозного Вообще Была Причники Его личная Значит Вот эта Варта Короче И Они Там Все Если посмотреть Списки Вот этих Причников Они все Были Большинство 90% Тюрками Естественно Он за их службу Давал им земли Там Где-то Пригороде Где-то Новгороди Великий князь Иоанн Вместе Со своими Татарами Пошел Брать Казань Ну вот Да Вот Но Кстати Вот интересно Вы помните Татарский язык Или нет Татарский язык Да Свободный Тюрин Татарчик А Ну это Хорошо Слушайте А вот Я даже Слышал Что в Татарстане Там Даже Какой Отдельный Какой-то То ли Президент Или Какой-то Короче Вот Управляющий Который Вот Ну Когда Распадался Советский Союз Там Что-то Пыталось Образоваться Типа Как Отдельная Республика Это Правда Или Нет Что-то В 90-м Году Было Но Но Благодаря Мы его Приятно Удивлен Как Они Живут Очень Покажите Мне Татар А Что Вы Хотели Я Хотел По-татарски Поговорить И Она Релеско Переходит На Татарский Давайте Я С вами Татарский Говорю А Вы Как Так Я Говорю Свободно Владею Татарским Русским Слушайте А Скажите Это Как Сказали Это В принципе Такой Богатый Регион Татарстан Типа Он Сам Ну Как Такой Полуавтономный То есть Он Там Сам Занимается Своими Делами А Вот Не Хотел Ли Когда Небудь Татарстан Реально Стать Независимым Государством Как В Европе Маленькие Там Всякие Государства На Высоком Уровне Находятся Там Люксембург Монако Ну Чтобы Повысить Уровень Жизни Ну Смотрите Вот Татарстан Он Сейчас Как Часть России Естественно Он Часть Большую Передает Собственно Москве Там Да На Ее Употребление Вот Там Ресурсы Все Вот Эти Перерабатываются Идут На Москву Если Это Собственный Кусок Который Обеспечен Всем Необходимым Тогда Это Все Развитие Идет На Вот Этот Кусок Ну То На Вот Эту Территорию И Она Развивается Очень Быстрыми Темпами Это В принципе Не Сложно Понять Можно Сказать Уже Затертый Дурацкий Пример Если Веник Разложить То Его Можно Вот Так А Если Веник Вместе Будет Его Не Сломаешь Ну Так Правильно Получается Есть Веник С которого Вытягивают Часть И Отдают Другому Собственно Остается Более Слабый Более Слабый Звено Который Легко Сломать А Если Все Эти Ресурсы Идут Внутрь Этого Веника Да Он Стоит Мощнее Мощнее И уже Невозможно Разломать В принципе Ирогично Не Ну Можно Но Мы Сейчас Как бы Не мы Я общаюсь И все То есть Есть В любом Случае В любой Нации Есть Которые Хотели Что-то Делать Но Я считаю Что Разумные Люди Они В принципе Уже Уже Знают И Хотят Но Большинство Мы Как сейчас Живем Нас Все это Устраивает То есть В принципе Вас Устраивает То Что Ваши Например Люди Когда Россия Начинает Войну Они Едут Воевать За Те Территории Которые Собственно Как бы Не нужны Татарстану Но Мы В одной Стране Находимся Мы Должны Быть Вместе Независимо Что-то Кто-то Правильно Делает Неправильно Кто-то Делает Я Знаете Как Мне Вот Мне Лично Вот И Я думаю То Что Людям Думающим Вот Я Никогда Не ждал Ничего От моего Правительства Я Когда Был Более Моложе Да Нет У меня Вопросы Возникают Иногда Да Вот Мы Там Такая Страна Почему Как Жириновский Сказал Мне Каждому Члену Семьи Не По 100 Тысяч Рублей Платят Да Возникают У меня Такие Мысли Но Но Я Немножко Застал 90-е Я Просто Хочу Объяснить Не без Иронии Без Сарказма Почему Люди У нас В России Любят Путина Вот Я Сейчас Поеду Вечером Домой В моем Городе Маленьком Тамбове На каждом Столбу Я Не буду Говорить Иркутск Варламово Где-то Которые Там Ищут Бараки Руины На каждом Столбу Висит Горшочек А там Цветочки Я живу В частном Доме Я знаю Сколько Эти цветочки Стоят И сколько Это ухаживает Какому-то Человеку За них Денежку Платят У меня С правой Стороны Вот Сегодня Поеду Огромный Спорткомплекс С огромными Бассейнами Я сегодня Поеду туда С детишками Буду плавать Мои детишки Ходят в новые Школы Огромные Новые Супер Современные Там Плитка Такая Положена Что я себе В частный Дом Не могу Такого Позволить И я Вот здесь Начинаю У меня Недорогая Но хорошая Новая Машина И я Люблю Вот вашим Землякам Приводить В пример Вы же Любите Гугл Это же Элементарно Открывайте Авито Открывай Штамбов Недвижимость Есть Телефоны Позвоните Позвони В автоцентр Тойота Скажи Хочу Купить Машину Очередь Стоит Крузак Трехсотый Который Стоил Буквально До Вот этих Событий Шесть Миллионов В очереди Рабы Как вы говорите Нищие И вот так ждут За 300 тысяч Долларов Крузака Ждут В очереди Ну слушайте Это же Получается Вы берете Какой-то Отдельный Богатый регион И говорите Вот Ну это как у нас Зачем богатый Не богатый У нас ресурсов нет Извини Перепил Я тебе хочу Рассказать Знаешь за кого Ну давайте Я скажу сейчас Слово А потом вы расскажете Смотрите Вы берете Какой-то Отдельный регион Такой Относительно Неплохо Он живет Богатый Вот И говорите Вот тут хорошо Но это как Так же в любой стране Взять там Какой-то Район Богатый И бедный И вот сравните А все Что там По остальной Руси Это как бы Не считается Хотя если взять Среднее по России То там Зарплата 60 тысяч Рублей Это Не шото А вот если Например Мы берем Те государства Которые Когда-то были Ну как Коалиция Советского Союза Это например Польша Ну которые под влияние Советского Союза Попали После Второй Мировой Это например Польша Та же самая Там Литва Ну Балтика Короче Все вот эти страны Польша После развала Как вы говорите 90-е После развала Советского Союза Находилась Просто в ужасном состоянии То есть там Действительно Вот много Кого можно Поспрашивать Людей Которые ездили В Польшу 90-х Это даже В начале 2000-х И они говорили Что там полностью Там Все разбито Все Короче На соплях Держится Бедность Короче Вот Сейчас же Польша Уже За вот эти 20-30 лет Она Спокойно Себе перегнала Украину Тут же Там Беларусь Россию По развитию По всему Так я говорю За то что Не страшно То что вот Например Образуется Государство После распада И никакой Бедности В нем Нету То есть Наоборот Когда была Польша В Советском Союзе Находилась Вот эта яма А потом Просто пришло Быстрое развитие То есть В Польше Было развитие До прихода Советского Союза И после Советского Союза Вот собственно Это показатель Хороший Таким образом Сейчас Секунду Секунду Таким образом Если Татарстан Например Образуется В независимых государствах Он себе Спокойно С поддержкой Той же Европы Америки И так дальше Он себе Быстро развивается Как регион Который действительно Обеспечен Всем необходимым Он себе Быстро развивается И может обладать Даже некоторые Европейские страны Вот и все Все просто Ничего страшного Здесь нет Я понял Я Как бы тебе Не хотелось Или это услышать Я тебе больше скажу Что в Татарстане Люди живут Не хуже Чем в Польше Так это При том Что они Часть России Все остальные Регионы Которые Регионы Они там Находятся На бедности Хорошей Потому что У них Нет ничего Вот Собственно А если бы Татарстан Был независимым Он был вдвое Потому что Он часть Отдает России А так бы Он вдвое Уже Перегнал бы Эту самую Польшу С таким Обеспечением Ну да Был бы Если бы Люди Мысли дальше К этому Относиться надо Проще Потому что Человек Это Я Люблю Людей Я сам человек Я тебе проще Скажу Давай приземлимся На обычные Просто Не будем Вот эти Польши И все остальные Когда В Америке В очень богатом Государстве Очень большие Деньги Выделяются Для вот этих Нищих В коробке Я опять же Повторюсь Они так же В коробке И пойдут Им выгоднее Получать Вот эти пособия И жить в коробках Это их устраивает Так же У нас В России Я элементарно Больше скажу Вернемся К этим блогерам Мною Не особо Всем уважаемым Приезжает Вот этот же Варламов Ко мне В Тамбов И западнее Тамбов У нас там Были заводы И там заводы Строили бараки Он вот так Вот камеру направляет И бараки И снимает алкаша А ему говорят Ты поверни вот сюда Вот здесь поселок Радужный Там стоят Огромные Хорошие дома Хорошие машины Ему нужен контент Он ищет это А найти это Можно в любой стране Даже В Швейцарии У которой все идеально Мы не смотрим На контраст Я понимаю Мы смотрим На среднюю Средняя зарплата В России Мы ее можем Спокойно Посмотреть На официальных Сайтах Российских И так дальше Там около 60 тысяч рублей Это средняя То есть Это берется Какие-то Министры Которые получают Миллионы И какие-то Обычные работники Которые могут 30 тысяч получать Могут 40 Получать И так дальше И тогда Средняя получается У них 60 тысяч И это Очень мало Это очень мало По стране В Польше Возьмите Посчитайте Средняя Какая там будет Зарплата Я вам больше скажу Я вам больше скажу Сейчас Сейчас На данный момент Дай бог Чтобы все это Закончилось И самое главное Чтобы люди Не умирали Вот У нас в стране Насчет работы И насчет Хорошо жить Условий Вот так Я приведу пример Мой личный Ко мне подходит Мой знакомый Говорит Устрой мне Сына на работу Я говорю Хорошо Я звоню человеку Я говорю Есть работа На 50 тысяч рублей Не 60 Приходишь В 5 часов утра Коробки раскладываешь В 2 часа Ты дома Он знаешь Что мне говорит Он говорит Да ты что Я в 4 часа Только С дискотеки Прихожу И за 50 тысяч Я так работать Не буду Я говорю Хорошо Хочешь Я звоню Другому человеку Он занимается Асфальтом Я ему звоню Я говорю Человек Молодой парень 22 года Говорю Сильный Надо зарабатывать Он Хорошо У меня зарплата От 80 до 120 Это значит Грубо 2000 долларов Вот Я ему говорю Он говорит Знаешь Что мне Говорит Да ты что Да там Надо бордюры Асфальт Ложить Я говорю Ты молодой Ложи асфальт Я говорю Копи денежку И знаешь Куда пошел Пошел в МВидео За 40 тысяч В белой рубашке сидит Не ну слушайте Я же говорю Вы берете Какие-то Окрэмми Короче Как оно Короче Окрэмми Какие-то Случаи Которые Ну Это какой-то случай Там С теми людьми Которые действительно Могут получать больше А мы берем По общей Общей Значит Пример Который Можно взять Полно работы Сколько хочешь Ну это вы Это вы видите Это вы Это вы где работаете Где вы Это смотрите В каком городе Где вы это видите Давайте Вот разберемся Что полно работы Город Тамбов То есть В Тамбове Давайте теперь посмотрим Например Там Какие у вас города Там Новосибирск Какой-то Да Вот эти города Короче Разные Там будут Какие условия Я думаю Что в Новосибирске Еще больше условий Еще лучше Давайте Вот В всех городах Вот такие условия Что зарплата От 60 тысяч А не Как считается Как Россия Сама считает Средняя 60 тысяч По стране По всей стране Не какой-то Отдельный Отдельный Пример Где миллионер Получает Там месяц По 30 тысяч Доллару А человек Который живет Там в провинции В пригороде И так дальше Ну то есть Зарабатывает Как обычный Как обычный человек Вот И мы берем Ту же Ту же Польшу Которую тоже Обычный человек Зарабатывает Для поляка Там зарабатывать Зарабатывать Типа 2000 долларов Это такое еще Еще нужно подумать Вот А для россиянина Зарабатывать 2000 долларов Это вообще уже Жир просто Это масло Просто плавать Вот Это уровень жизни При том что Россия В России Множество ресурсов Самых разных Самых всяких Это большая просто Ресурсная база Ну то есть Большая часть территории Это ресурсы Вот Такой уровень Должен быть Я даже не представляю Какой уровень Жизни должен быть Но почему же Его нет Такого нет Вы знаете Как в арабских Эмиратах Там Когда рождается Сын В семье Ему там Сразу в семье платят Я не знаю Сколько Короче Тысяч Десятки тысяч долларов Может 10 Не знаю точно Но много Но их население Сколько Так у них Только там нефть В общем А в России И нефть И газ И алмаз И еще там все Короче на свете Да Я же Ты меня не слышал Взять Америку У нее меньше В Америке Но она живет Лучше Почему Почему Вот почему Не сомневается Вот это все Я же в начале разговора Вам об этом и сказал Да у меня много вопросов Почему Как Жириновский сказал Почему Не в каждую семью По сто тысяч Просто так От нефти Так почему У меня есть много вопросов Так почему Потому что Потому что сейчас Вот это Путинский Этот режим Приказывает всем Кто там В Татарстане Вот везде Идти воевать В Украину Собственно И все расходы 30 лет Вот эти После распада Советского Союза В Советском Союзе Все идет Только на Армию В которой тоже Все раскрадывается Наполовину Ну то есть Кордется там Всякими Министрами Всякие Миллионы Просто И часть идет Вот это Вся Что остается Идет на Армию Вот это все Все развитие Заканчивается Ровно там Где все Вот эти ресурсы Все финансы Идут на Армию То есть Развивать армию Чтобы дальше Расширяться Все Дружище Ты мне сейчас Рассказываешь Да Ты рассказываешь Мне Это писанину Средств массовой информации Нет Это Царская Россия Почему Распалась Царская Россия Потому что Она Вошла В первую мировую Вошла В первую мировую Она не была Готова к войне А все Вот эти ресурсы Шли в войну И вот она Распалась Не выдержала Потому что Она не была готова Вот А у вас Сейчас Россия Не развивается Так же Через то Что Россия Постоянно Воюет А не развивается Там Германия, Франция, они же Все укладывают в технологии в большей степени Армия у них там минимальная Минимальная армия у них Так, чисто чтобы было А все идет в технологии А в России все идет наоборот В армии Давай проще приземление Про человеческие отношения Что есть такого у немца Чего нет у меня Вы же говорите Человека обычного Как вы сравнивали Какие-то частные секторы Каких-то людей отдельных Которые зарабатывают или не хотят зарабатывать Но вы не берете общий план И вот мы берем общий план Смотрим на страны Германия, немцы, Германия Япония и так дальше Все они проиграли во Второй мировой войне Но сейчас по уровню жизни Они намного выше России Ради бога Потому что они не вкладывают больше в армию Хорошо Это я все понимаю Это писанина СМИ И вот эти всякие статистики Это не писанина Это вы заходите и смотрите Вот страна хорошо развивается А вот плохо Почему так? Хорошо И думаете Все В 2010-м, в 2011-2012 Не помню, если честно, год Я Обычный колхозник Простой работяга Решил съездить Отдохнуть В одну из европейских стран Я приехал В свое Шереметьево Был удивлен для меня Для деревенщины Это все Шик, блеск Все Прилетаю я в эту страну В какую? В аэропорт В аэропорту Не будем говорить В какую страну Понятно Скажите Скажите Вот Сейчас договорю и скажу Ну давайте Я прилетаю в эту страну Выхожу в их аэропорту Я У меня шок Я жене говорю Мы билет не перепутали Самый 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 Дорогой автомобиль Который я видел Это старый Прадик 120-й Вот Логан Фиат Линнея Флюенс Уровень жизни У меня В деревне Каждый фермер Бочки с ГСМ Таскает на Тойота Тундре Так какая это страна Я не пойму В чем Типа В чем Турция Турция Мы же любим Турцию Турция Это вы в каком регионе были? В Анталию я приземлился И по-моему Первый раз У меня был в Сиде И когда мы Двигались в сторону Сиде Я видел Да Чисто Хорошо Но Так все убого И так все Ни счета В России лучше всего Я так понимаю Не лучше Но не хуже Ну слушайте Вот смотрите Я загуливал Средняя зарплата Турции Составляет порядка Тысячи долларов Да зачем мне Эти средняя зарплата Давай по-человечески Поговорим Да подождите Вот тысяча долларов Это небольшая зарплата На самом деле Вообще небольшая Вот Это средняя зарплата В Турции Вот Если средняя зарплата В России Написать Написать Вот зарплата Зачем тебе это нужно Скажи мне Дружище Ну хочу узнать Зачем это Это нужно своими глазами Видеть И просто приехать И посмотреть Ну правильно Это если я приеду Какой-то Отдельный Задрипанный Короче Как он Ну какой-то Плохой регион Да Плохой райончик И скажу Вот Турция такая Плохая Потому что Здесь вот Насорно Вот здесь Под забором Вот смотрите Вот же Вот Вы же Столько что Сами сказали Что ваш там Барламов Приезжает И снимает Отдельный участок Так вы же По такой же По такой же Логике Говорите За целую Турцию Целую Турцию Что вот Турцию Не за целую Турцию Я ехал Я вот видел Какие вот Белые дома У них стоят Беленькие Такие вот Все там Все простенько В России 700 долларов Зарплата В Турции 1000 Вот собственно Да ради бог Ради бог Я туда Я туда летаю Каждый год Отдыхать Я вижу это И ты Прекрасно Вот почему Вы едете Отдыхать в Турции А не в Сочи В связи С последними событиями Я наверное В Сочи Поеду Не в Турции Вы можете Вроде как Приезжать Там Египет Турция Вот кстати В Египте Недавно Акула Россиянина Съела Видели Такую Ну да Так что Да в Египет Уже тоже Получается Не очень хочется Ехать После такого Уже Акулы Тоже Какие-то Русофобские Плавают Так собственно Почему вы Не в Сочи Едите А в Турцию Там было лучше А Там было лучше Вы сами признаете Что даже в Турции Лучше В отеле В отеле Ну так в Сочи Тоже в отеле есть Это отдельная резервация Это побережье Все В Сочи Тоже в отеле есть Если что Ну подожди Ты же был в Турции Что ты мне сейчас Зачем мне Неправду Я не был Ну съезди тогда Посмотри И вспомни Чтобы такой человек В чат-рулетке Пообщался с ним Блин Оказывается Правду Мы сейчас Воюем с Россией У нас как бы Не могут мужчины Просто ездить Куда-нибудь Хорошо Стоять Так что У нас сейчас Другие дела Не путутся Мышляться Все Хорошо Стоять Все Да Киев Киев Так вы не ответили За Сочи За Сочи Не ответили Отвечаем За Сочи А потом Переходим Киев и Москва Я не против Хорошо Я поеду В Сочи отдыхать Почему Потому что Там сейчас Идет прям И all inclusive Все включают Почему Потому что Очень много Россия И я знаешь как Я Не то что Я туда Боюсь ехать Ну да Образ скажем Боюсь То есть Вот я прилечу И не дай бог Вот я приехал Отдыхать И Какой-то Украинец Мне начнет ругаться И мне отдых Испорчен Я его не боюсь Потому что Я не боюсь Я уверен в себе Вот Но отдых У меня будет Испорчен Так вопрос А почему же вы Ехали в Турцию Всегда Сколько раз вы были В Сочи И сколько в Турции Почему вы в Турцию Ездите А не в Сочи Не в том же Что вы сейчас Не поедете Сейчас Сколько там Ты там платишь Тебе там Все включено Еда Вот это все Там же много Да Всяких Есть сейчас И в Турции И в Крыму Такие же отели Сейчас строятся А в Крыму тоже А почему не в Крыму И кстати А почему не в Крыму Отдыхаете Извини Поеду в Крым Не-не Почему до этого Не ездили До этого Не ездил Ну блин Я не знаю Как-то удобнее было Мне раз в Турцию Слетал А удобнее в Турцию Съездить Чем в Крым То есть удобнее В другую страну Поехать Чем в собственной стране Как вы считаете Что Крым Это Россия Хотя на самом деле Это непризнанная территория Сейчас туда будем ездить Сейчас туда будем ездить Да Так почему вы до этого Не ездили Там же лучше Я же говорю Мне Турции больше нравилось А Ну так Значит хуже в Крыму Я в Крыму не был Не знаю А Смотря как Если выбираешь All Inclusive Там будет дорого А в Турции дешевле А там дешевле А почему так Почему в Крыму дороже А в Турции дешевле Я откуда знаю Ты что меня тянешь Так вы же должны Задаваться вопросами Почему в моей стране Собственно Дороже Дороже Все Чем в соседних Где и зарплата выше Собственно Как бы должно быть Все дороже А получается наоборот Как же так получается Ну я тебе и об этом и сказал Я же это не отрицаю Вот это надо задаваться Этими вопросами постоянно И спрашивать себя Я задался Да и все Я же тебе ответил А сейчас Россия начала войну Которая еще выше зарплаты Ну ой зарплаты Господи Налоги Там вот эти все Цены Злетели Зато наши ребята С кэшем Сейчас будут строить Отели в Сачак В Абхазии В Крыму Надо же куда деньги девать Да А все остальное Население бедствует И едет Через то что Едет воевать Слушайте А вы смотрели Интервью Там Золкина Ну это наш Короче Человек Который Допрашивает Вот этих Российских Военнопленных И они Большинство Своему говорят Что мы приехали За то чтобы Заработать денег Потому что у нас Это блогер Это блогер Я ему не верю Это как Это берется Значит Это представитель Украинской стороны Понимаете Когда у тебя Сзади Ты военнопленный И когда ты Знаешь Что ты Все что хочешь Можно рассказать Ну а вот Зеков берут Вы же знаете Что Зеков Там вот этот Багнер набирает Зеков Которые тупо Ну короче Они там убили Кого-то Изнасиловали Их берут Просто вот Как Ну что они Как освобождаются От ответственности Когда поедут Воевать в Украину Некоторые Из них Возвращаются В Россию И начинают Дальше убивать И населовать И так дальше Вот Понимаете Какой Вообще Настрой Вот этой Всей войны В том что Кидает Значит Людей Которые Криминал Которые Бедные И так дальше Кидает Просто на мясо Просто вот так Потому что Потому что Их теперь До такой Бедности Страна Догнала Хорошо А вы про своих Зеков Почему молчите Наших Наших Зеков Наших Зеков В таких Количествах Тупо Нету Понимаете И их Не берут Воевать Потому что Знают Что если Зек Отвоюет И возвратится Домой То он Начнет Делать То же Самое Что До Как Как попал В тюрьму Вот У нас Как бы С этим Все адекватно Как в любой Европейской Стране Вот А в России Набирают Всех Тюрем Собирают Просто И тупо Кидает Кидает И кидает Вот И Кто-то Попал Кто-то Нет Не важно Хорошо У тебя У тебя Свои источники У меня Свои источники Ты Источники Берешь Оттуда же Откуда и я Я могу Тоже Тебе примеры Загуглите Зарплаты России Воевать едут Контрактники Зарплата в России Средняя Загуглите Посмотрите 700 долларов Это хватит на семью Целую семью Собственно Если один человек Работает Естественно Нет Поэтому Он едет воевать Тупо за деньги Там идеи Никакой особо нет То что там Какие-то идеи Это все Фигня На самом деле Идут воевать Чтобы в тюрьме не сидеть Либо чтобы заработать денег Вот собственно Это настрой Современной войны Но это санкции Которые накладываются Они тянут всю Всю общую Россию На дно Даже тех кто Не собирался там Воевать И почему-то люди До сих пор Не задумаются над этим Извини конечно Извини Я в ютубе Ваших блогеров Смотрю Некоторых там И Гордона И Фейгинов Смотрю В которых я уже Изначально я смотрел А потом уже начал Ну думаю Ну ладно Бог с ними Так Фейгин Фейгин Это же российский блогер Почему он Я не знаю Какой он блогер Просто Знаешь Когда я разочаровался Не то что разочаровался Я уже понял Я искал Я своих смотрел Их смотрел Ну так в чем собственно вопрос В чем собственно Что блогеры Что там В чем вопрос Я тебе Ага И вылетел Ну Собственно вопрос в том Какое отношение Они имеют к тому Что ихние граждане Едут воевать Воевать в Украину За то чтобы заработать Свои Там Сто тысяч Двести Триста Неважно сколько Триста тысяч рублей Это что супер много Для того чтобы Ну там Средняя продолжительность Контрактника Какая на войне На передовой Там Неделя Две Три Сколько короче То есть он не успеет Даже заработать За месяц Эти триста тысяч Если они такие Действительно Вот Перед тем как Ну то есть это Обычная Короче Как лохотрон Как лотерия такая Что типа Вот сыграй И получи деньги Я на самом деле Сыграл и проиграл Навсегда И больше никуда Их уже не получишь И вся твоя семья Останется Всю последующую жизнь Жить в бедности Ну конечно Если тебя там найдут У познают То может тебе Что-то там еще Выплатят за тебя Какую-то ладу подарят Или какого-то Видел там В каком-то регионе даю Или там Всяких Рибу короче Баранов Всяких И их в принципе устаривает Вот Почему люди в России До сих пор сидят Спокойно себе ждут Когда уже эта война Закончится А война должна Закончиться только так Чтобы мы победили Чтобы мы захватили Часть Украины Или всю Украину Ну главное Чтобы победили Не думают на то Чтобы взять Поменять власть Значит Вывели войска С Украины Типа И начало развитие Какое-то И самой России То есть Все ресурсы Которые вкладывались В войну В оружие В миллионы долларов Которые стоят Вот эти ракеты Кинжалы Калибра И так дальше Вот это все вкладывается В технологии В какую-то Освиту Как оно там Господи Образование Науку И так дальше Все туда вкладывается В экономику Вкладывается Все это развивается И уровень жизни Начинает расти Вот собственно И все Вся единственная формула А проще Когда эти регионы Не объединены А разделены на части И тогда они Еще легче развиваться То есть Посмотреть на тот же Люксембург Монако Это тупо город И страна собственно И там уровень жизни Намного выше Чем в России Причем что это Небольшая какая-то территория Вообще без ресурсов Абсолютно Это собственно Что значит Когда вкладывать Все деньги Не в войну А в развитие Собственной страны Но почему-то Россия не хотят Такого делать Все их устаривает Спецоперации Идет по плану Потерь нет Уже там Больше 200 тысяч Тупо убитых Ранених еще Тоже много Уже В каждом городе По-любому Уже Куча вот этих Кладбища Короче С этими бойцами Ихними Короче Которые Решили попитать Удачу В Украине Куча И никого ничего Не смущает До победного Да Типа В чем смысл Уже не 20 век Уже 21 Первый Знаете Типа Торговать Много выгоднее Чем воевать Нету смысла Захватывать Какой-то кусок Какой-то Корошечный Ну ладно Европейская Больше всего Европейская страна Да Наибольшее Но типа Ее захватить Для России Никакого смысла нет Это ничего ей не дает Абсолютно Ну вот Минимально Потому что у нее Есть ресурсы Есть Люди есть Развитие Есть какое-то Да Типа Ну то есть Без войны Она спокойно могла бы Развиваться Но нет Это все 20, 19, 18 век Когда нужно Расширяться Захватывать весь мир Непонятно Для чего Для того Чтобы В последующем Этот весь мир Находился Вот такой Как сейчас В России Все вот эти народы Которые захвачены Республикой Чтобы он Вот этот весь мир Находился на таком же уровне Как эти республики То есть Упало все Значит Развитие до нуля Генеально просто Генеально Ну что Сподобалось Відео Тоді Не забывай Подписаться на Мой YouTube Telegram Instagram А також За можливості Потримати Мене на Patreon Чи за реквізитами Что знаходиться В описи Под відео Дякую Слава Україні